И всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала YouTube. Для вас играет Саша Пуговкин или Годриди, кому как удобнее. Добро пожаловать в суровый мир Ведьмака. И добро пожаловать в геймплейную серию, то есть поиск неизвестных мест. Цикл у меня такой есть, когда я разыскиваю места, вы смотрите где что лежит, и может быть в дальнейшем, когда вы будете играть, вам это пригодится. Ну вот первое я намечаю, вот эти вот, я думаю, три места за серию мы успеем обшарить. Мне заодно это будет разминочка. Сегодня я первый раз включил игру, за сегодня. Так, наверное, может быть лучше метку-то на кораблик сначала поставить. Да, лучше поставлю на кораблик, чтобы долго тут не юлить по болотам. Закончил я, ну, кто смотрит летсплей, закончил я квест, касаемый... Тут их как-то Геральт. Но это я сам меч убрал, честно могу сказать. Закончил я квест, касаемый хозяек леса. Весьма и весьма интересный запил оказался там. В каком плане весьма и весьма интересный? Да, в любом плане. То есть, я все... Ну, не то чтобы сокрушался. В принципе, говорили, что все квесты взаимосвязаны. Единственное, я не понимал, каким образом. Действительно, в втором сценаре великолепно удалось все вот это вот связать. Как-то заплести все в единую паутину. Все события. Всю интригу. И я все долго думал, а где же мне искать Анну, пропавшую жену Барона? И она вообще не... вообще неожиданно всплыла здесь. На болотах. Вообще, я не знаю, стоит ли вот рассказывать. Потому что... Вы знаете, бытует мнение. Точнее, даже не бытует, а так он на самом деле и есть. Что люди, которые играют в Ведьмака 3, с чего-то решили, что Ведьмак 3 есть уже у всех. И с чего-то решили. Даже не знаю, как. Но летсплей это летсплей. Не знаю, на самом деле, от чего отталкиваться. Но, наверное, люди, которые не хотят спойлеров, они так же, как и я, просто не смотрят другие летсплеи. Я думаю, так на самом деле и происходит, что если не хочешь спойлеров, то летсплей-то смотреть не будешь. Так, у меня ни еды, ничего нету. И время-то к вечеру идет. А раз к вечеру, давайте-ка помедитируем. Потому что у меня ровным счетом нет ни еды, ни эликсиров. Заканчивается. Все, что оставалось, это бомбы и отвары. Так, вот квест какой-то. Ну, рассказывай. Уважаемый, будьте осторожны. На болотах чудище сидит. Кто в туман войдет, тот уж дома не увидит. Расскажи мне что-нибудь еще об этом чудовище. Сам я его разве что однажды видел. Да и то издалека. Сперва подумал, что человек. Но он как обернется, а у него глазища полыхают, как угли. И пасть клыкастая. Гуманоид. Ведет ночной образ жизни. Где он начал нападать? С неделю тому назад. Тогда бы и бор пропал. Несток и Томил пошли его искать. Тоже не вернулись. Я вот испугался. Теперь уже никто на болото не ходит. Лагерь стоит пустой. А там такой торф, господин. Черный, как смола. Маслянистый. И на ростоку хорош. И на... Страшно интересно. Ну... Так, ну что, Геральт, набивай цену. Заплатил. Разумеется. Задаром ты даже ролл, лук не тянет. Боюсь, мне надо больше, чем валу. Сколько ты готов заплатить? Так, ну у меня... Братан, расценки такие, примерно. Раз ты сам 242 предлагаешь, то я накидываю до 265. Я не жадный парень, поэтому... Ох, дорого вы берете за услуги, мастер ведьмарк. Ну, пускай так. Я согласен. Отлично. Хорошо. Я берусь за работу. Где искать чудовище? Так к югу отсюда начните. Только осторожней. Над этими болотами мор какой-то висит. Глаза щиплет. В горле скребет. Да так что задохнуться можно. Ммм, ядовитое испарение, это плохо. Ядовитое испарение, это плохо. Между тем, на заказ чудища с болот, красный череп не моргает. А раз красный череп не моргает, значит... Значит, игра подразумевает, что вполне реально его пройти. Ну, пойдемте посмотрим, что за чудище у нас на болотах. Давайте заодно сразу же глянем, какой левел нужен. Двенадцатый. Ну, я одиннадцатый. Ну, пойдемте. Потому что чудища-чудища рознь. Какое-то легко забить и... Ну, не то чтобы легко, но какое-то реально забить и на четыре левела пониже, когда ты... А какое-то нереально забить и когда... Для меня лично нереально забить, когда и... На два левела ты выше, там. Или на четыре левела выше. Что-то ездит. Не знаю. Не знаю. Вот снова я говорю, вот с чем это связано. Хлоп. Два утопца стоят, но Геральт при этом убирает меч в ножны. Ну, согласитесь, как-то это... Как-то это со стороны выглядит... Херовенько. Да, я понимаю, в принципе, ничего страшного. Утопцы не нападают. Вот они перед тобой, но все равно. Бой не закончен. Вот утопцы перед тобой стоят, но Геральт при этом... Хлоп. И меч в ножны. Что самое интересное... Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. Что самое интересное, у меня было такое и в бою, когда Геральт... Следы как-то и разные. Значит, особей несколько. Что-то на медведей похоже. След был скрыт магией. Это уже интересно. Причем на медвежий след по... Ну, не знаю, как бы тут... Честно могу сказать, с берсерком я никогда не бился. До третьего ведьмака вообще не знал, что берсерки существуют. Необычный туман. Что-то запах. Кажется, пахнет металлом. Метаном или металлом, он сказал. Так, на всякий случай, быстрое сохранение. Пока есть возможность сбрызнуть отсюда. Даже оружие не успел вытащить. Чудовище должно быть напало из укрытия. Похоже, это старый туманник, который прячется за иллюзией. Игни-то их, могу сказать, не особо-то и вскрывает. Туманников. Кому они относятся? К гибридам, что ли? Гарпия, Грифон, Сирена, Сукулуп, Кариния. Нет. Реликты. Ведьмы, прибожек. Вот. Туманники. Почитаем общую информацию сначала. Какой? Квен. Ну, в принципе, согласен, да, против них Квен. Потому что они... Ну, лунная пыль у меня тоже есть. Игнис Фатуус. Чудище, обитавшее на Веленском Торфеном Болоте. Обитающее. Не обитавшее, пока что. Оказалось старым туманником. Эти создания невероятно долговечны. Некоторые живут по 200 лет и с каждым годом становятся лишь сильнее. Удары таких древних туманников бывают столь мощны, что заблокировать их просто невозможно. Эти существа способны передвигаться столь быстро, что даже Ирден не может их приостановить. Это я уже на собственной шкуре прочувствовал. Им на Ирден вообще... Фу, и растереть. Кроме того, порой они полностью растворяются в окружающем тумане, чтобы затем вновь обрести форму и нанести удар со спины. В бою с туманниками помогут тяжелые доспехи и знак Квен. Ну, насчет тяжелых... Ой, доспехов-то я... Не особо уверен. А вот что касаемо знака Квен... Что касаемо знака Квен... И... Так, отравление-то я думаю им по барабану. Кортечи, лунную пыль. Беру, во-первых, во-вторых... Сразу выбираю лунную пыль. Так, против трупоедов. Тут уже, конечно, улучшенное нужно, но где же его взять, это улучшенное? Надо уже будет по алхимикам, по травникам проехаться, может быть, у кого-то продается рецепт. Ну что, будем биться сейчас со старым туманником. Затащить его, в принципе, возможно. Потом, если будет сейчас вайп, ну я посмотрю, как он будет бить. Как что... Потом, если что, может быть, я попробую его с отваром. У меня же есть отвар. Потому что если снимают с вас... Одну треть... ХП сразу, то автоматически щит Квен на вас накладывается. То автоматически на вас накладывается щит Квен, и, соответственно, следующий удар вам... Пропущенный удар вам не причинит вреда. Блин, вот это... Вот это косяк, конечно. Я имею в виду, что не хватает воздуха. А где с ним биться-то в пещере, что ли, придется? Опять же, сохраняю здесь, пока есть возможность еще... Рвать когти. Лишь бы... Лишь бы арена была нормальная. Лишь бы это не было... Замкнутое пространство. Так, а это что у нас? Яд? Нет, вроде нет. Туман, ну, в принципе... Я уже боюсь всего, что напоминает зеленое облако. Хотя это не зеленое, но облако. Твою мать, Квента я не выбрал. Какой телепузик! Ща я тебя буду тут дуплить, братан! Ну... Тут, кстати, да, могу сказать еще следующее. Его слабые удары... Не особо-то и беспокоят. Если честно... Говорить... То его слабые удары не особо и беспокоят. Ох ты, как он мне... Сразу щит-то прорвал, падла! Только юзного мне сразу его прорвал. Ох вы посмотрите! Ох вы посмотрите! Вот это жесть! Два удара! Наверное, придется потом все-таки, если будет сейчас вайп... Наверное, придется юзать это... Эликсир, потому что с одного удара он половину снимает. Потому что с одного удара он снимает половину. И... Ах ты! Половину он с одного удара снимает. Да, если будет вайп, если я сейчас заиграюсь и не затащу его... То я потом... Блин, квен нужен! Квен нужен! Ах ты! Ах ты! Ах ты! Ах ты! Твою блять, а! Твою блять! 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 А потом уже полная жесть. Так, ну я спешить, значит, сейчас не буду. В принципе, никаких вспомогательных эликсиров, кроме ласточки, я юзать не буду. Против трупоедов. Так, всё правильно. Вот. Вот этот я эликсир съем. Приму. Оставляю ласточку, возьму на всякий случай не ессить. Но эликсиры не качанные ещё. Я имею в виду, пассивки на эликсир ещё не качанные. Поэтому тут можно интоксикацию словить. Но я всё равно с квеном буду. То есть вот так, вот. Если что, автоматом врубится квен. Ну и так вот от квена до квена буду работать. F5 и всё, отступать уже некуда. Всё равно я его пойду. Его реально забить, вы видели. Вы видели его реально забить и сразу, да, Геральда, как расплющило-то под мутагенами. Сейчас так же буду, буду скакать вокруг него, как дикая обезьяна. От квена до квена. Сейчас он вскроется. Опа! Понятно. Ну так, ребята, я отключаю звук. И, в общем, до победного. До победного. Потом с какого дубля я прошёл, я вам скажу. Следующий, следующий дубль для вас уже будет победным. Ну а я же остаюсь в этой пещере и буду бодаться до победного. Пока что выключаю микрофон. Субтитры сделал DimaTorzok Дубль-3, туманник. Субтитры сделал DimaTorzok Дубль-3, туманник. Это не тот. Вот эти вот маленькие туманники, они чем, скажем так, плохи? Дубль-3, туманник. Тем, что... Заебись. Это как, интересно, произошло. Ну ладно, дубль-4 сейчас будет туманник. С двух щелчков он выщёлкивает. С двух щелчков он, конечно, выщёлкивает. Ну не надо торопиться. Лучше по одному удару, точному, выверенному. Не так уж быстро он и бегает. Да, только то, что пропадает, но... Ну ничего страшного в этом нету. Дубль-4, туманник в пещере. С какого раза я его забью? Да нет, его реально забить. Главное порхать как бабочка. Главное порхать как бабочка и не прыгать точно на него. Вбок-назад, куда угодно. Вбок-назад, куда угодно, но только не на него. Естественно. Вот он. Вбок-назад, но не на него. Вот так вот. Жалко у меня, конечно, меч без дотов. Но... Что ж теперь поделать? Но что ж теперь поделать? Хлоп. Хлоп. Главное не заиграться. Хлоп-хлоп. И вот так вот. Кружись-кружись, Геральд. Порхай как бабочка. И жаль... Как шмель. И жаль как шмель в данном случае. Жалко посреди боя сохранение нельзя сделать. Так бы было. Опа, отпрыгиваем. Квен, квен, квен. Оп. Есть контакт. Лунная пыль. Если вдруг кто-то не знает, что это за бомба такая волшебная, она не дает принять вид иллюзии. Отпрыгиваем. Геральд, отпрыгиваем. Квен. Отлично, отлично. И вроде бы как пока что мы на коне. Лунная пыль не дает в иллюзию превратиться тем, кто может это сделать. Квен, квен, квен. Отлично. Геральд, красава. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Геральд. Четвертый. С четвертого дубля в принципе до Бесоты не дошло. До Бесоты в принципе не дошло. Неплохо. Неплохо. Реально его забить. Двенадцатый левел. Я одиннадцатый. Напомню, максимальная сложность. Но забить реально. Квен действительно рулит здесь. Квен рулит. Плюс отварчик я сожрал. И как видите, с четвертого дубля он мне даже ни разу не нанес. Ни одного урона. И опять же лунная пыль. Бомба лунная пыль. Я вам могу сказать, ребята, я его купил у кого-то из ремесленников. То ли у броника у кого-то, то ли у кузнеца у кого-то. Честно, чтобы не соврать, я не буду говорить где конкретно. Но у кого-то из ремесленников я его купил. Эти рецепты. 100%. Поэтому периодически... Поэтому периодически... Ну, я говорю своим летсплеем. Периодически навещайте купцов, ремесленников. У них может что-то новенькое и интересное появляться. Так, а что-то я... Это... Надо обшарить. Тут, знаете ли... Может быть что-то вкусное. Всегда такие пещеры надо обшаривать. Обшаривать по полной программе. Но нет, я смотрю, тут второй выход только. А, нет, вон там труп, по-моему, какой-то. Вот ящички. Да, вот, ребят, тоже мой совет вам. Настоятельные рекомендации. Такие штучки... Ой, штучки. Такие вот... О, улучшенная танцующая звезда. Отлично! Танцующая звезда это у нас поджигающая бомба. Вот видите, как хорошо. Заказик выполнил. 260 гульденов, плюс опыт сейчас получим. Разрывной болт для арбалета. Но арбалет я не сильно-то юзаю. Отличный серебряный меч школы медведя. Ребята, ребята. Кавалерийские сапоги. Но отличный серебряный меч я, конечно, не сделаю. Но давайте посмотрим. И мои лично... Ух... У меня же сейчас серебряный меч школы грифона. А я нашел отличный серебряный меч школы медведя. Вот давайте посмотрим. Для крафта нужен улучшенный серебряный меч школы... ...медведя или нет? Вот. Отличный серебряный меч. Да, нужен, улучшенный. Поэтому, ну я говорю, в рамках моего летсплея мы найдем все. Как медведя, я вторую шмотку уже отличную серебряного... ...отличную шмотку школы медведя уже нахожу. У меня 4 рецепта есть на обмундирование, отличное. Вот нашел серебряный меч и все нахожу я случайно. Плюс 15. Вот смотрите, на что заточен... ...на что заточены серебряные, блин... ...сет школы медведя. Вот видите, плюс 15 получение адреналина. Плюс 50 при крит атаке. Плюс 10 шанс критического удара. Плюс 13 модификатор шанса отрубить конечность. Нехилый, конечно, нехилый меч. Очень даже нехилый я вынужден заметить. А если посмотреть... ...отличные сапоги школы медведя. Это тяжелая броня, напомню. Плюс 10 получение адреналина. Сопротивление, сопротивление... ...в принципе, больше ни на что. Только на получение адреналина. Посмотрим, есть ли отличные сапоги. Перчатки школы медведя. Опять же, плюс 10 получение адреналина. Вот. Но обилка у нас, допустим, здесь такая есть. Умение персонажа. Вот здесь есть такая обилка, которая называется... ...которая называется... ...техники школы медведя. Каждый элемент тяжелого доспеха увеличивает максимум очков здоровья на 5 и урон от мощной атаки на 5. Вот. То есть это на силовую атаку. Техники школы грифона. Вот если, допустим, вот эту взять, я же сейчас полностью... ...в среднем доспехе школы грифона. Каждый элемент среднего доспеха увеличивает мощь знаков на 5 и скорость восстановления энергии на 5. И техника школы кота. Это мы на 17, как я, 16, там, ну, 15, может быть, возьму. Пойдем уже проверять, искать первоначальный сет школы кота. Каждый элемент легкого доспеха увеличивает шанс критического удара на 25 и урон от быстрой атаки на 5. Соответственно, вот, допустим, смотрите, если комбинировать, да, вот, берем вот эту обилку, технику школы кота, одеваем на себя легкий доспех школы кота, там, наверное, там, по-моему, тоже на шанс крита, и берем в руки меч, вот, школы медведя, да, где? И берем в руки меч школы медведя, который нам дает плюс 50 при крите. Вот, который дает дополнительный урон при криту даре плюс 50. Представьте, критовать будет, критовать будет из школы, шанс крита будет из школы кота, а крит непосредственно, урон при крите будет из школы медведя. Представьте, что ведьмак будет вытворять. Поэтому тут можно скомбинировать так, что реально Геральт будет просто... Я говорю, я в своем видео о уровнях сложности и умениях сказал, что из Геральта сделать Терминатора можно. Можно, причем легко. Нужно только подумать как. Сделать из Геральта Терминатора можно. Можно и причем очень легко. Нужно только подумать как. Так, улучшенная танцующая звезда. Прекрасненько. Конечно же, изготавливаем сразу. Это опять же то, о чем я говорил. Я ингредиенты собираю. Вот иду, все собираю по дороге. Потом нахожу какой-то рецепт. Хоп, уже все. Уже тут же, не отходя от кассы, могу сделать. Бывают случаи, когда вот, допустим, там не хватает ингредиентов, да. Вот там масло против реликтов. Вот не хватает 5 Амелла. Это нужно поехать и купить это самое. 5 Амелл у травницы, у какой-нибудь. Вот там отличное масло против зверей. Для этого нужно улучшенное. У меня рецепта улучшенного нет. Ну, в общем, вы поняли, да. Во, отвар из волкалака. Что дает? Бег, ускорение и прыжки вне боя не снижают энергию. Тоже нормально, но это нужно, чтобы масло были прокачаны. Отвар из Клобищенской бабы. Каждый убитый противник ускоряет восстановление здоровья в данном бою. Это тоже, в принципе, достаточно неплохой, но, естественно, против группы противников. На боссе его нет смысла юзать. Это против группы противников. Что еще интересного есть? Больше ничего интересного нет. Вот зелье Петри. Тоже нужно поехать, либо найти 5 Аринарий, но увеличивать мощь знаков. Я, повторюсь, у меня полностью сет вместе с оружием школы Грифона, которая направлена на усиление знаков. Поэтому если я буду пить еще зелье Петри, то я вообще там... Ну, а знаки, они хоть и хороши, но все равно же их юзаешь от случая к случаю. Ну, не от случая к случаю, а от отката до отката. Вот, по кулдауну. А как ни крутите, у знаков кулдаун все-таки есть. Когда вы шевелитесь в бою, а именно прыгаете, перекатываетесь, этот кулдаун замедляется. Ну, бежим мы резво, похлопывая, гикая. Бежим сдавать квест, забирать свои 260 гульденов. Шо такое, по пальцу ударил шо ли? Леслав, ну ты че, ну в натуре, как лох печальный. Деньги давай. Какие вести? Чудовище убито, мгла развеялась. А, вот ведь в деревне обрадуются. Ну, вы заслужили награду. Прошу, и счастливого вам пути. Ты дал меньше, чем мы договаривались. Потому как, мастер ведьмак, я ведь из-за этой бестии торф копать не мог, а семью-то кормить надо. У меня едва-едва приигрышня крона осталось, а мне бы инструменты еще прикупить. Помилосердствуйте. Я заплачу, в два раза больше заплачу. Только через неделю, как на ноги встану. Смотри, братан. Будь по-твоему. Но если ты думаешь, что я забуду, тебя ждет неприятный сюрприз. Спасибо, мастер ведьмак. От всего сердца спасибо. Да поможет вам милители. Пусть детки у вас... Давай за работу. У тебя неделя. Да, лучше про детей моих молчить, чудище с болот. Я запомню. Я запомню, что через неделю нужно будет сюда вернуться. Смотри, братан, ты сам подписался. Ну что же, уважаемые подписчики, зрители канала YouTube. Вот такая вот серия получилась. Разминочная. Вполне хорошо я размялся. Вынужден заметить, что вполне хорошо я размялся. Вот. Поэтому всем спасибо, кто смотрел, смотрит и будет смотреть. Для вас сыграл Саша Пуговкин или Годридик. Кому как удобнее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось видео. Если особенно... Особенно ставьте два лайка, если вы узнали. Только не лайк и дизлайк, а два лайка. Не знаю, как вы это сделаете. Мне все равно. Ну, шучу, конечно. Если из видео вы узнали что-то полезное. Например, тактику, как убивать. Узнали место, где его можно убивать. Узнали место, допустим, того же самого серебряного меча. Я всегда очень радуюсь, когда люди узнают что-то новое. То, что им пригодится потом для более комфортной игры. Подписывайтесь в сообществе ВКонтакте. Ссылка, как обычно, в описании к видео. И вот туда стекается вся информация по моей бурной игровой деятельности. Которая сейчас полностью посвящена Ведьмаку 3. Ну и совсем скоро увидимся в мире Ведьмака. А пока что всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok